Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мы хотели традиционно проинформировать о результатах за отчетный период. Вы знаете, что в сентябре инфляция составила 0,5%, по январь-сентябрь инфляция составила 5,9%, и получается, что в сентябре в годовом измерении у нас инфляция была 7,4%, что находится в диапазоне 6,8%, который планировался правительством и Национальным банком. По результатам первого полугодия профицит счета текущих операций составил 6,6 миллиарда долларов США. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2013 года, когда было 3,3 миллиарда. Положительное сальдо текущего счета во втором квартале составило 0,4 миллиарда долларов. Улучшение счета текущих операций в отчетном периоде относительно базового периода произошло за счет увеличения профицита торгового баланса на 17,4% до 22,6 миллиарда долларов США. При незначительном снижении на 2% до 42,2 миллиарда долларов экспорта импорт сократился на 17,8% до 19,6 миллиардов долларов США. В сентябре 2014 года произошло увеличение международных резервов Национального банка. Валовые международные резервы Национального банка увеличились на 0,8% и составили 28 миллиардов долларов США. Ну, хотел напомнить, что в конце августа они составляли 27,7 миллиарда долларов. За международные резервы страны в целом составили 104 миллиарда долларов США. Из них Национальный фонд 76,2 миллиарда долларов США. Международные резервы Национального банка увеличились с начала года на 13%, а международные резервы страны в целом с начала года увеличились на 9%. Денежная масса за сентябрь 2014 года выросла и составила 13 триллионов 466 миллиардов тенге. Это рост с начала года на 16%. Из них депозиты в банковской системе составили 12 триллионов 97 миллиардов или рост с начала года на 19,9%. Депозитные банковский сектор, совокупные активы банковского сектора увеличились на 13,5%, составив 17 триллионов 542 миллиарда тенге. Доля обязательств банка второго уровня, выраженных в национальной валюте, составляет 56,3%, в иностранной валюте 43,7%. Судный портфель банковского сектора на 1 октября составил 14 триллионов 452 миллиарда тенге или увеличился по сравнению с началом года на 8,3%. Еще раз хотел сказать, что общий объем депозитов составил 12 триллионов 97 миллиардов тенге и это рост с начала года почти на 20%. Единый накопительный пенсионный фонд показывает следующий результат. У нас инвестиционная стратегия единого накопительного пенсионного фонда состоит из вложений в государственные ценные бумаги, а также в облигации и депозиты в банковской системе и также международные активы. У нас сегодня в целом снижена комиссия в два раза по сравнению с действующими ранее комиссионными вознаграждениями у частных накопительных пенсионных фондов в два раза с 15 до 7,5%. Доходность по пенсионным активам с 1 января 2014 года по 1 октября 2014 года составила 4,7%, что в два раза больше, чем доходность за 2013 год, когда она составляла 2,2%. Несмотря на переоценку активов, которые провела компания KPMG в сумме 94 миллиарда тенге, к концу года мы ожидаем доходность 6,6%, по проблемным активам. Вы знаете, что Национальный банк в этом году принял единую политику по снижению просроченных займов в банках второго уровня и план мероприятий по оздоровлению банковской системы на 2014-2016 годы. В результате объем проблемных активов снизился с начала года с 4,9 триллиона до 4,2 триллиона или почти на 740 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что в основном банке поставленную задачу снизить уровень плохих кредитов от портфеля до 15% будет выполнен и до 10% к концу следующего года. В целом по банковской системе и по ряду банков мы планируем провести определенные мероприятия, связанные с работой фонда проблемных кредитов. Кстати, сегодня правительство уточнило республиканский бюджет и в нем одна из таких важных статей изменений – это капитализация фонда проблемных кредитов на 250 миллиардов тенге. Вкратце у меня все, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Уважаемые коллеги, времени у нас не так много. Пожалуйста, я прошу вас кратко задавать вопросы и не задавать повторяющиеся вопросы. Пожалуйста, Оилл Ньюс, начнем с вас. Дальше, пожалуйста, вы будете следующим. Вот сейчас это самый главный вопрос, ответ на который от вас ждут. Рубль девальвирует очень интенсивно, там перешивную планку 41 рубль за доллар и нефть падает, приближается к 80. По озвученным вами прогнозам, это вот та граница, те условия, при приближении к которым мы должны беспокоиться за курс тенге. И вот вопрос, каким образом будет развиваться сейчас ситуация, удержим ли мы курс тенге, если нет, то до каких параметров он может пригодиться. Спасибо большое. Я хотел напомнить, что в феврале этого года была проведена валютная корректировка. И вы помните тогда, что курс из коридора 150 тенге ушел в коридор 185 тенге плюс-минус 3 тенге. То есть от 182 до 188, чуть позже Национальный банк принял решение расширить коридор до 170 в сторону укрепления тенге. И мы считаем, что та валютная корректировка, которая была проведена в феврале этого года, она в целом учитывала все те изменения, которые в настоящее время мы наблюдаем. То есть, если вы помните, что в 2012-2013 году у нас происходило снижение золотовалютных резервов в свете того, что и российский рубль тогда ослабевал с 32 до 36 рублей за доллар. Позже, в январе, в феврале тоже были колебания. И когда в феврале было принято решение, в целом мы брали за основу несколько факторов. Первое – это дальнейшее ослабление российского рубля и делался прогноз на последующие три года. То есть на 2014, 2015 и 2016 в том числе прорабатывались более радикальные варианты ослабления российского рубля. Второй вопрос – это дальнейшее осложнение геополитической обстановки. И тогда уже было понятно, что и ситуация вокруг Украины будет осложняться. И также будут ослабления в ведущих мировых экономиках. Это прежде всего европейская, китайская экономики и российская экономики. То есть в феврале месяце этого года это не было большим секретом. И понятно, что ослабление европейской и китайской экономик, в свою очередь, будет влиять на снижение цен на нефть. И поэтому вот эти два фактора, которые сейчас всех беспокоят, о том, что нефть снижалась до 80 долларов за баррель, смесь, бренд, и российский рубль ослаблялся до 41, и это не является пределом, как утверждают определенные экономисты в России. Мы считаем, что это, как я говорил в предыдущих пресс-конференциях, определенный повод для беспокойства, но это не является критическим для того, чтобы влиять на то принятое решение в феврале, которое нами было сделано. То есть мы сегодня считаем, что коридор 170-188 является равновесным коридором, который учитывает все те большие изменения в мире, которые происходят. Прежде всего, если вы посмотрите на крайнюю сторону этого коридора, это 188, по сравнению с уровнем 150, это практически было ослабление на 25%. Если вы помните, что в 2008-2009 годах, когда была проведена валютная корректировка, тогда цены в 2008 со 150 упали до начала 2009 года практически до 40 долларов за баррель, в среднем за 2009 год они составляли 60 долларов, в 2010 году в среднем они составляли 80 долларов, и тогда курс ТМГ 150 вполне выдерживал, и платежный баланс нас вполне выдерживал эту ситуацию. У нас и экономический рост наблюдался, и платежный баланс в целом выходил на положительный результат. Поэтому на ваш косвенный вопрос, будет ли то, что мы сейчас в прессе различные оценки наблюдаем, что будет ли там девальвация, я бы хотел сказать, что вот тот коридор, еще раз, который был в феврале принят, он имеет достаточный запас прочности, чтобы мы в нем находились. Благодарю. Спасибо. Справа ряда вопросов. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, представьтесь. Асимбуль Касенова, Tengri News KZ. Опять-таки, возвращаюсь к этому вопросу. Дело в том, что в отчетности Халлык Финанса пишут, что до конца года курс доллара составит 210 тенге. Как вы можете это прокомментировать, хотя перед этим скажут, что девальвации не будет. И о том, что вчера объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 1,3 миллиарда долларов. То есть, можете ли прокомментировать, мог ли сделать это Назбанк или для чего. И также, по поводу отчетности ЕМПФ, инвестиционный доход оказался в минусе. Как это возможно, с учетом проведения девальвации, доход должен был быть в плюсе. Спасибо. Вот давайте я с последнего начну. Еще раз хотел сказать про единый накопительный пенсионный фонд. В прошлом году доходность была 2,2%. В прошлом году, вы помните, работали в основном частные пенсионные фонды. ГНПФ не занимал всю долю рынка. В этом году ожидаемая доходность 6,5%. 6,5% минус 2,2%. Вот посчитайте, является ли такая доходность отрицательной. Поэтому по итогам года мы считаем, что будет 6,5%. Единственный момент, на который я хотел обратить внимание, была в сентябре месяце проведена одномоментная корректировка в связи с тем, что портфель тех инвестиций, которые были совершены частными накопительными пенсионными фондами, был передан в единый накопительный пенсионный фонд. Была совершена переоценка. Переоценка была совершена независимым оценщиком компании KPMG. И переоценка составила 94 миллиарда тенге. То есть 94 миллиарда тенге – это тот минус, который складывался прежде всего из тех инвестиций в так называемые мусорные или плохие облигации. То есть в те организации, которые позже оказались в дефолте. Но это история в прошлом. То есть она закончилась в сентябре месяце на уровне переоценки. В целом она закончилась в прошлом году. И поэтому я считаю, что единый накопительный пенсионный фонд показывает очень хорошие результаты. В следующем году мы ожидаем даже более результаты лучше. Это складывается из того, что средняя доходность по вложениям в государственные ценные бумаги и по депозитам, которые размещаются в банковской системе, она гораздо лучше. И вкладывается ЕНПФ сегодня в абсолютно надежные бумаги. И эта ситуация, я не знаю, кто ее подает, что она отрицательная. Девушка еще раз вам хотела сказать, что она положительная. Поэтому с начала года она составила 4,4%. Опять же, в прошлом году 2,2%, на 1 октября 4,4%, на конец года она будет 6,5%. Вот такие результаты у ЕНПФ. Что касается различных оценок, у нас, к сожалению, в этом году мы очень сильно были подвержены различным так называемой слухократии, когда все те или иные экономисты считают своим долгом то предсказать девальвацию, то отрицать ее. У нас это как два раза в день сломанные часы показывают правильное время. Очень многие экономисты в мире предсказывают то кризисы, то их отсутствие. То девальвацию, то ее отсутствие. Я считаю, что нужно проследовать послужной список того, что человек говорит. Если он угадывает это два раза в день, то понятно, что это, наверное, не совсем добросовестная оценка. Более того, я считаю, что это такое искусственное нагнетание девальвационных ожиданий. Это зона ответственности каждого человека и каждого эксперта. В свою очередь, я считаю, что поводов для беспокойства нет. Опять же, запас прочности той валютной корректировки, которая была проведена в феврале, очень мощный. Запас прочности нашей экономики гораздо больше. Я чуть позже хотел на этом отдельно остановиться. А какой был второй вопрос? Я предложил бы вам ориентироваться на уровень, в этом году, по крайней мере, на уровень золотовалютных резервов. С начала года рост 13%. Мы считаем, что и к концу года будет соответствующий рост золотовалютных резервов. И не вдаваться сильно в подробности, что там происходит на валютном рынке, и тем более не дезориентировать население. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, ваш вопрос. Микрофон возьмите, пожалуйста. Добрый день. Жанна Алпызбаева, 7 канал. Согласно новой инвестиционной декларации, активы ЕНПФ будут инвестированы в банки второго уровня. Насколько это оправдано? Это первый вопрос. И второй вопрос. Что вы думаете по поводу увольнения вашего советника, ужаса Худайбергенова? Ведь он написал на своей странице в Facebook, что к его мнению просто перестали прислушиваться, так как он опровергает девальвацию. Спасибо. По второму вопросу давайте мы его отложим. Нет, давайте я с удовольствием отвечу. Да? Хорошо. Что вот до того, как единый накопительный пенсионный фонд существовал, были инвестиционные декларации частных пенсионных фондов. Было три основных направления, куда частные пенсионные фонды инвестировали. Первое – это государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан. Это занимало порядка 47% от всего портфеля. Далее шли 20%, в основном инвестировали в облигации банков. То есть банки выпускали свои банды и, соответственно, частные пенсионные фонды их покупали. Также размещались на депозиты в банковской системе. То есть это не что-то новое, это то, что было в частных пенсионных фондах. Кроме того, размещались международные активы и, к сожалению, размещались так называемые джанк-бонды или мусорные облигации. То есть в те организации, которые, к сожалению, большинство из которых подверглись дефолту. Вот что теперь произошло из того, что я перечислил. Государственные ценные бумаги остались. Сейчас они тоже составляют 50%. Значит, облигации, депозиты банков остались. Вот про депозиты чуть позже еще скажу. И международные активы остались, а вот эти мусорные облигации были исключены. Теперь, когда вот эти мусорные облигации исключены, остаются, ну, как бы, какой идеальный портфель мы видим в десятилетней перспективе. Идеальный портфель мы видим 33% ГЦБ, 33% это бумаги банковского сектора и 33% это международный актив. Мы считаем, что такой портфель, он более-менее, значит, диверсифицированный. Теперь, что касается банковского сектора. То есть облигации, депозиты были всегда. Сегодня мы считаем, что мы должны большее внимание этому уделять. То есть что происходит? В списке банков, который определен, это все те банки, чей капитал составляет выше среднего по банковской системе. А сегодня в среднем по банковской системе это 340 миллионов долларов. То есть все такие банки, как Каскоммерсбанк, там, Халык, как Сбербанк, как Евразийский банк, как Каспий, АТФ, они могут участвовать в этой программе. Программа происходит на основе аукциона, значит, это открытый аукцион, где тот, кто дал больше по определенной системе, тот и получает. Поэтому ставки по депозитам выросли. Соответственно, вот риск по тем банкам, которые находятся в первой десятке, это наиболее капитализированные банки нашей системы. Ну, на наш взгляд, он там минимальный, тем более мы, как регулятор, очень четко отслеживаем ситуацию. Теперь что получила экономика? Экономика, наконец, получила впервые за всю эту историю на депозиты в банки. Банки получили десятилетние деньги и без каких-либо обязательств. То есть вы знаете, что сегодня банки работают со 100 миллиардами, которые были предоставлены из национального фонда. Но там есть обязательства, что нужно вкладывать в определенные сектора, в обрабатывающие промышленности. А вот определенные средства, они теперь предоставлены ЕНПФ, и там банки сами будут выбирать, куда они будут вкладываться. То есть то, на что наши банки постоянно жаловались, что у них нет долгосрочных денег, сегодня это перестало быть проблемой. Сегодня банки получают либо деньги по программе 1 триллион, которая выделяется из национального фонда, по линии правительства, либо они по линии ЕНПФ получают долгосрочные деньги. Что касается, я постарался полно, максимально ответить, если нужно, я могу дополнить. Что касается моего советника, то я не думаю, он как раз таки максимально открыто за 2,5 месяца до конца года, он только с 1 января у нас уходит, максимально открыто об этом сообщил, поскольку считает, что хотел бы больше сосредоточиться на, скажем так, независимой оценке развития экономики. У нас прекрасные отношения и мнение всех советников в Национальном банке всегда учитывается. Я думаю, что об этом очень много написано. Спросите любого советника, он вам подтвердит. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, Мегаполис. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня средств в Нацфонде и вообще каковы золотовалютные резервы страны? И помогут ли нам все эти ресурсы справиться с той ситуацией, которая сейчас на мировом рынке? Спасибо большое за вопрос. Я вот как раз хотел, пока этот вопрос задается, на него ответить следующим образом. Хотя я уже вначале об этом говорил. Резервы Национального банка на конец сентября золотовалютные резервы составляют 28 миллиардов. Резервы Национального фонда, это счет Министерства финансов, счет правительства, которым управляет Национальный банк, 76 миллиардов. Итого 104 миллиарда. Давайте вернемся к ситуации 8, 9, 10 годов, где мы успешно вышли из кризиса, я хотел бы напомнить. Тогда ситуация была следующая. В 8-9 годах золотовалютные резервы составляли 20-23 миллиарда. А резервы Национального фонда составляли 27-24. То есть можно сказать, что сегодня в два раза больше эти резервы, которые позволяют нам очень спокойно смотреть на любой кризис. Вы знаете, что мировая экономика подвержена кризисам, которые не только позволяют спокойно смотреть, но и проводить активную экономическую политику. В том числе у нас есть прекрасная возможность проводить и контрциклическую политику, когда мы можем в среднесрочной перспективе использовать средства Национального фонда для поддержания экономического роста в стране, развития инфраструктуры, решения задач индустриальной инновационной стратегии. То есть все те программы, которые объявлены главой государства, они все будут продолжаться. Никаких поводов для беспокойства я не вижу. Именно для этого и создавался Национальный фонд. Как не вижу поводов для беспокойства и для реализации бюджетных программ, принятых в нашей стране. Благодарю. Пожалуйста, Рейтинг. Пожалуйста, пожалуйста. Агентство Рейтер. У меня такой вопрос относительно ВВП Казахстана. Правительство, как вы знаете, прогнозировало 6%, но вот в начале октября Министерство экономики сказало, что будет пересматривать. Вот пересмотрели ли и какой рост ВВП ожидается в этом году в связи со всеми геополитическими событиями и в связи с падением цен на нефть? Спасибо. В целом мы ожидаем, что правительство как раз сегодня рассматривало изменения в республиканский бюджет на 2014 год. В целом мы рассматриваем, что рост ВВП будет до 5%. Вот какой он точно будет? Он точно был по итогам января-сентябрь 4%. Вот где-то между 4 и 5 мы ожидаем соответствующий экономический рост. Но я думаю, что более правильно это спросить у Министерства экономики и Министерства финансов, когда они будут докладывать изменения в республиканский бюджет. Спасибо. Пожалуйста, два последних вопроса, девушек. Пожалуйста, вам. Айнур Жақпек, Казахстанның бірінші арнасы. Жалпы жаңа орыс тілінде айтуеттыңыз, бірақ дегенменде қазақ аудиториясы үшін ең маңызды бүгінгі өзекті мәселе тенген ұлқынсыдануына ғатысты. Уэзіңізін түсінік темеңіз берсеңіз. Жалпы сарапшылар, мұнайдың бағасы барылы 80 долларға жеткенде доллар 220-ға дейін көтерілеттеп жатыр. Сіз білесіз қазіргі ұлтық банктың резервтері 28 миллиард доллар, ұлтық қорда бізде 76 миллиард доллар, жалпы сомысы барлық мемлекеттің резервтері 104 миллиард доллар. Сондықтан, менің оймыша, біздің февральда валюты бағамының өзгересіз жасаған, ол осы орта мерземді үш-без жылға дейінгі жектілікті саяси болды. Сондықтан, біз февральда жасағанда көп ойладық, қандай Росияды күргілдің бағасы болады, қандай Европа және қытай экономикалың өсіу болады, осы ған орай қандай мұнайға бағалары болады. Барлығын қарап, осы қазіргі қарабатқан дүние барлығы бізде ойда болды. Сондықтан, менің оймыша, үш-без жылдың ішінде үш-қандай өзгересіздер болмайды, сондықтан сол туралы үш-қандай ой болмау керек. Айбар үш-қандай қазір үш-қандай үш-қандай өзгересіздер болмайды. Я вот еще раз хотел сказать, может быть, еще раз хотел прояснить, чтобы там для всех было понятно. Вот когда тот запас прочности, который был создан во время валютной корректировки в феврале месяце, подразумевал собой значительное снижение цен на нефть, в том числе и ниже коридора 80 долларов, он подразумевал собой значительное снижение российского рубля. Кроме того, здесь, ну вы знаете, что ситуацию с тем же снижением цен на нефть очень сложно предсказывать. Она, как правило, очень так определена, по мнению определенных экспертов, геополитическими факторами. Вы вспомните, в 2008-2009 году она снижалась со 150 до 40, там была потом два года в среднем 60-80. Мы спокойно выдерживали это снижение, поскольку платежный баланс, он в целом зависит от торгового баланса и, конечно, корректируется за счет экспорта, импорта и соответствующего баланса инвестиций. В то же время, и сейчас есть разные оценки, в каком коридоре нефть остановится, она то идет вверх, то вниз. Я думаю, что по этому фактору поводов для беспокойства быть не должно. Что касается ситуации с российским рублем, то, конечно, поскольку российская и казахстанская экономики были схожи, в предыдущем периоде мы очень сильно рассматривали определенный паритет тенге рубль. Вы помните, паритет составлял тогда 4,5-5,5. Сегодня мы видим, что, несмотря на большую схожесть наших экономик, и в том числе и зависимость от возможного снижения цен на нефть, очень сильный фактор различает сегодня ситуацию в Казахстане и в Российской Федерации. Это прежде всего те санкционные войны, которые идут вокруг России, как те санкции, которые объявлены многими, скажем, организациями, и контрсанкции, которые объявлены российским правительством. Сегодня говорят о том, что российский рубль больше находится в том числе во влиянии фактора геополитической напряженности. Поскольку Казахстан проводит такую политику сбалансированную, свою внешнюю, и вы знаете, что недавно глава государства присутствовал в Брюсселе, когда было подписано расширенное партнерство с Европейским Союзом, и Европейский Союз уже поддержал окончательное вхождение Казахстана во всемирную торговую организацию, и в то же время недавно был подписан закон о создании Евразийского экономического союза. В целом это предполагает, что Казахстан уверенно проходит свою дальнейшую экономическую траекторию, и вот этот геополитический фактор в меньшей степени или косвенно будет влиять. И поэтому я бы говорил о смещении коридора, о паритете этого казахстанского тенге по отношению к российскому рублю в сторону укрепления казахстанского тенге, то есть это в коридоре 3,5-4,5. То есть в сухом остатке я хотел сказать, что поводов для беспокойства нет, и если определенные экономисты высказывают определенное свое мнение, у нас понятно, что каждый может высказать свое мнение, но ориентироваться нужно прежде всего по уровню резервов страны. Сегодня резервы страны превышают 100 миллиардов. Это большой и огромный запас прочности, который намного больше, чем в относительном и в абсолютном выражении, чем в других странах, и позволяет нам спокойно смотреть в будущее. – Рахмет, пожалуйста, последний вопрос, завершающий. – Пожалуйста. – Да, я вот еще хотел добавить до последнего вопроса. Обычно все наши слухи или начинаются с дефицита наличной валюты в обменных пунктах, или с каких-то слухов, что какие-то банки что-то не обслуживают, нет никакого дефицита наличной валюты. У нас хватает в стране и в банках, и в национальном банке вполне достаточно, чтобы обеспечить любой спрос населения Республики Казахстан. Вообще никаких поводов для беспокойства здесь быть не должно. – Спасибо. – Можно я тогда более подробно отвечу? Значит, вопрос был следующий. В октябре прошлого года мы говорили о том, вот если вы внимательно, все-таки нужно точно передавать то, что я говорил, мы говорили, что не было фундаментальных факторов, которые бы повлияли на изменение курса. Вот я вам сегодня перечислил эти фундаментальные факторы. Это ситуация в тот период в российской экономике, тогда не было санкций вокруг России, и мы прямо на нее были, скажем, связаны определенными траекториями, а было, значит, и не было столь достаточного ослабления рубля, которое произошло в январе-феврале месяца уже этого года. Тогда цены на нефть были свыше 115, насколько мне не изменяет память, долларов за баррель. И, соответственно, на вопрос, предвещало ли что-либо, вот если вы любого экономиста спросите, предвещало ли, что, условно говоря, в июле месяце цены начнут со 115 падать до 80, я скажу, что ничего не предвещало, и никто не мог этого сказать. Но в феврале месяце в целом, когда мы рассматривали среднесрочную перспективу, среднесрочную перспективу, которая была на 2014, 2015, 2016 годы, то, конечно, вот уже все то напряжение, которое складывалось геополитическое в ноябре, в декабре, в январе и в феврале, все те ослабления российского рубля, которые складывались в январе, в феврале, и по итогам в целом 2012-2013 года, дальнейшее ослабление европейской экономики и китайской экономики, конечно, все это говорило о том, что если валютная корректировка должна быть проведена, она должна быть проведена с запасом прочности и с определенным, скажем, с пониманием того, что будет происходить в среднесрочной перспективе. Вот этот запас прочности, он создан. Что будет дальше происходить с мировой экономикой, зависит не от Национального банка. Поэтому вот это вот мой ответ на ваш прямой вопрос, как это относится к тому, являются ли все те решения, принятые правильными или нет. Я вот, кстати, хотел вас вернуть к ситуации. Вот нас очень сильно критиковали в феврале, зачем вот такая там макси-девальвация была проведена. Сегодня нас критикуют, почему она была такая маленькая. Раньше критиковали, нужна ли девальвация, сегодня говорят, давайте вторую проведем. Вот понимаете, поэтому здесь есть очень четкая ответственность Национального банка за ту политику, которая проводится исходя из той ситуации в экономике, ситуации с платежным балансом, ситуации на валютном рынке. Я считаю, сегодня Национальный банк очень, скажем, точно отвечает на те вызовы, которые нам предстоят. Спасибо большое.